Утро доброе, дамы и господа! Иначе ситуация все-таки, будем надеяться, меняется в лучшую сторону. Тема нашей сегодняшней встречи – Турция и недвижимость Турции. Тема, естественно, выбрана не случайно. Среди тех стран, которые активнее всего и радушнее всего открывают границы, Турция занимает, пожалуй, безусловно первое место. А если вспомнить, что последние два года Турция борется с Испанией и Болгарией уверенно за первое место среди всех стран, которых русскоязычный покупатель приобретает недвижимость, ничего удивительного в интересе к этой стране нет. В Турции покупали, покупают и, несомненно, будут покупать. Моя собеседница сегодня – Александра Кабакчи, руководитель отдела продаж компании «Атаберка Эстейт». Александра, здравствуйте! Добрый день! Всех приветствую, Филипп, вас, всех участников нашего вебинара. Солнечная Турция из жаркой Аланьи в этот день, 4 августа. Мы перед началом этого вебинара поймали себя на мысли, что наш предыдущий вебинар с Александрой проходил 08-04, то есть 4 апреля. Сейчас 04-08, то есть 4 августа, и видим в этом добрый знак. Поговорим о том, что, собственно, произошло, что происходит сейчас на турецком побережье, как изменились цены, если они изменились, какие предложения сейчас появились, предложений сейчас будет много. Есть ли какие-то изменения в программах ВНЖ гражданства? Тут тоже есть, насколько я понимаю, некоторые сюрпризы. Ну и давайте традиционно чат работает, вопросы свои в чате, пожалуйста, задавайте. Контакты компании «Атаберка Эстейт» мы периодически тоже в чате будем давать. Традиционно на Прианру, кто не сможет посмотреть вебинар до конца, будет отчет о нем в ближайшей линии опубликован. Александр, давайте пока вот нам зрители присоединяются. В двух словах, что у вас сейчас происходит? Вроде говорят, из России рейсы открыли, но с Украины они открылись уже, по-моему, довольно давно. Кто у вас сейчас там есть? Вообще, есть ли хоть кто-то? Есть. Слава богу, у нас полетели. Июль у нас летела Украина очень активно, потому что Украиной и регулярные рейсы были. И чартерные рейсы были открыты. Казахстан начал лететь, но потом это все закрылось. И поэтому Казахстан мы сейчас ждем. С 17.08 должны открыть. Вот мы с коллегами из Казахстана общаемся. И ждем с конца августа граждан Казахстана. С Германией летели у нас в июле также. И Россию ждем. То есть у нас были сделки с россиянами. И так хотели у нас некоторые покупатели, скажем так, прорваться в Турцию. И они все-таки успели это сделать. Смогли через Беларусь, через Минск, вылетали и прилетали сюда на сделку. Но это, конечно, единицы. То есть все равно поток мы ожидаем в августе. И вот сейчас с 1 августа у нас уже в Стамбул полетели рейсы с Москвы. И дальше со Стамбула можно как в Аланию в Газипашу, так и в Анталию долететь. С 10.08 мы уже ожидаем напрямую в Анталию и также напрямую в Аланию победа. Вот. То есть я надеюсь, переноса не будет. Мы очень ждем. У нас и у клиентов билеты куплены у многих. И сейчас, конечно, мы загружены в плане работы очень сильно. В чем именно эта загрузка заключается? То есть во время карантина, май, апреля, июня у нас были онлайн-сделки. То есть люди заключали контракты, высылали залог, не видя этой недвижимости своими глазами. Это была видеопрезентация, онлайн-показ. А сейчас эти люди на завершение сделки, на полную оплату, получается, прилетают к нам сюда, чтобы завершить сделку. То есть у нас летят те, которые не смогли, старые, скажем так, незавершенные сделки. И плюс к этому у нас новые покупатели сейчас летят и очень активно интересуются. Инфо-туры, ознакомительные туры мы организуем. То есть август у нас на самом деле вот очень заполнен. За время карантина мы взяли два новых сотрудника, два новых менеджера присоединились к нашей компании, потому что вот неуспеваемо. И в карантин очень сильно, очень активно онлайн работа шла. То есть если в карантин онлайн, сейчас, кроме как онлайн, еще и живые показы, реальные показы уже на месте у нас происходят. Александр, скажите, а вот люди сейчас хорошо приезжают. В какую обстановку они приезжают? Что сейчас у вас происходит на улицах? Много ли туристов? Открыты ли гостиницы? Вот, ну, весь этот турецкий сервис с ресторанчиками, что работает, что не работает? Насколько там нормы соблюдаются? Что просят, что требуют? Практически все открыто. Вот вечером, каждый вечер мы гуляем с детьми в центре города. Кафе, рестораны, то есть уже абсолютно все функционирует. Все торговые центры, все в рабочем режиме. Людей первое время, ну, конечно, Алания в это время, она забита всегда была, это пляжи забиты, это людей много. Конечно, нам непривычно видеть, она не такая заполненная, как обычно. И, скажем так, она заполнена не так, как обычно, потому что если раньше она была заполнена иностранцами, то сейчас она заполнена местными жителями с других регионов Турции. То есть мы едем по Алании, мы видим номера Анкара, Стамбул, Конья, северная часть, центральная часть Турции. То есть также люди, особенно у нас сейчас в празднике были Курбан-Байрам, они приезжали сюда на отдых в Аланию. То есть Алания очень сильно заполнена местными жителями. Ну и постепенно сейчас начинает заполняться туристами. По отелям, ну, где-то 50 на 50, то есть даже по улице мы идем, мы видим отели не открыты некоторые, частично некоторые открыли, часть не открыта. И мы разговаривали с некоторыми собственниками отелей, так как параллельно вот это и строительные компании, и собственники отелей, это все одни компании. Они говорят, что мы, скорее всего, даже некоторые отели открывать не будем, потому что запустить отель нам дороже будет по затратам, чем непонятная прибыль в этом году в плане туризма. То есть туризм, конечно, понес потери в этом году. У нас даже статистика есть, что в июне на 95% был спад в 2020 году по сравнению с прошлым годом, 2019 годом. То есть это, конечно, будет негативно сказываться. Скажите, пожалуйста, какие-то правила нахождения на улицах в общественных местах, что официально требуется? И как это происходит на самом деле? Насколько люди там соблюдают какой-то масочный режим? По-моему, жаре в перчатках не очень подходит. Ну и в масках также не очень похоже. Действительно жарко. На самом деле, вот буквально сегодня утром новости турецкие смотрела. И по новостям передавали, что, может быть, будет у нас повышение в плане заразившихся вирусом, потому что на эти праздники Курбан-Байрам никто ничего, никакой социальной дистанции не соблюдал и показали полностью забитые пляжи всех регионов Турции. То есть ни социальной дистанции не было соблюдено, ни масок, ничего. Но в плане отелей, то есть каждый отель у нас проходит сертификацию теперь, чтобы отель мог принимать туристов. Также, чтобы зайти в любой магазин, без маски не пустят. Ну и также вот это для рук, дезинфекция рук, правило перед каждым офисом, перед каждым магазином стоит. То есть стараются, конечно, и правила есть, и их соблюдать. Но насколько это будет соблюдено с повышением ростом туристов, непонятно. Окей. Давайте посмотрим. Мне кажется, что у нас был вот этот вот кадр. Если я правильно понял то, что вы мне рассказывали, это вот так вот выглядят пляжи, не похоже, чтобы они... Махмутлара. Да, это пляжи Махмутлара. То есть, конечно, если мы в центре Алании возьмем пляж Клеопатры, центральную часть там было более... Это вы когда снимали? Многолюдно. Вот это видео буквально неделю назад мы снимали. Это конец июля. Мы делали видеообзор недвижимости. И как раз этот видеообзор начинали со съемки пляжей, пляжного клуба. Пляжные клубы некоторые открылись, некоторые не открылись. То есть мы видим, допустим, один пляжный клуб в Махмутларе. Вот он открыт полностью. И довольно много людей, кстати, на нем было. Соседние, очень много пустых участков и пустых пляжей. Не так заполнено, как могло это быть. Но начнем с того, что пляжи Махмутлара, они в принципе никогда так не заполнены, как в центральной части города. И как тот же знаменитый, допустим, пляж Клеопатры или как в Авсаларе пляжи наши. Поэтому там широкая береговая линия в этом плане многолюдной не будет. Один вопрос, на который... А, да, вы, собственно, уже ответили нашим коллегам. Еще раз представлю Александра Кабакчи с компанией Атамеркостей. Александра, ну давайте тогда поговорим. Значит, если вспоминать наш с вами вебинар апрельский, разные были прогнозы. Если, ну там, как-то подвести его к какому-то среднему мнению, возможно, небольшие распродажи, небольшое снижение цен на некоторые объекты, говорили вы, но при этом массового снижения цен вы не ждали тогда. Параллельно еще о чем вы говорили... Тогда вот мы с вами мало этот вопрос обсудили. Речь шла о том, что недвижимость... То есть интерес к недвижимости из многоквартирных... От многоквартирных домов переносится практически во всех странах. Турция здесь не исключение. К виллам и так далее. К домам, да. Немного вот можно статистики по... По продажам, по ценам, вот в июне 2020 года у нас сейчас по Турции в целом, по всем покупателям из всех стран в целом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 209%. То есть очень сильно возросли продажи, но по иностранцам статистика отличается. То есть за июнь 2020 в плане продаж для иностранных покупателей был спад на 38% по сравнению с июнем 2019 года. То есть в целом по стране сделки идут, рост продаж есть, но на рынке, на иностранном рынке, конечно, ну это в принципе логично, спад есть, за счет чего рост продаж был среди Турции в целом, потому что были льготные ставки по ипотечному кредитованию, и, конечно, это стимулировало рост продаж. И также у нас есть статистика именно конкретно по Алани, по побережью в целом. За 6 месяцев 2020 года, то есть за первое полугодие этого года, у нас было продано 5911 объектов. В 2019 году было продано 4700, то есть практически на 1200 объектов в этом году было продано больше. Но это также статистика, которая включает и местные сделки среди местных граждан, и также сделки среди иностранцев. То есть все равно рост мы наблюдаем, рост продаж идет. Александра, а все-таки, ну хорошо, турецкий покупатель, он конкурент нашему на, именно, Анталийском побережье? Или все-таки, ну, турецкий покупатель это все, ну, объекты для себя, и это вот на Стамбул, Анкара и крупные города? Конкуренты. Я бы сказала, что конкуренты, потому что у нас сейчас очень много сделок и запросов у иностранных граждан, которые для постоянного проживания рассматривают квартиры, и они рассматривают такую же недвижимость, как и местные жители будут рассматривать. То есть это отдельная кухня, две или три спальни, большие по площади квартиры. Чаще всего непринципиально расстояние от моря под такой запрос, и чаще всего это как раз комплексы, где смесь идет, смешанные жители, то есть это и турецкие жители, и иностранные жители, поэтому конкурент тут. И также Алания – это курортный город, то есть люди, живущие в столице или в Стамбуле, в больших крупных мегаполисах, для них поехать в Аланию отдохнуть у моря в тепло, это также практически, как и гражданам Украины, России, поехать на море. Поэтому это курортное место. Также у нас очень много сделок, в принципе, и раньше было, и сейчас. Это турецкие граждане, но живущие в Германии. То есть в Германии самая большая диаспора турецкая живет очень много, и наши предложения мы поэтому размещаем и на русском сайте, и на турецком сайте движимости. То есть у нас как и продавцы турецкие есть, так и покупатели есть турецкие. У нас были сделки, когда, допустим, наоборот, продавец коммерческой недвижимости был гражданин России, а покупатель был гражданин Турции. Хорошо, давайте тогда перейдем к тому, к чему, собственно, рынок пришел сейчас. Вот те прогнозы и те ожидания, которые были у вас три месяца назад, насколько они оправдались, и что сейчас в тренде, что сейчас может заинтересовать потенциального покупателя. Хотела бы начать с того, что мы обратили внимание, что какие-то запросы, которых раньше, может быть, было меньше или не было вообще, сейчас они нам начали попадаться все чаще и чаще, эти запросы. И, конечно, мы также ориентируемся на эти запросы, начали и предлагать такие объекты. Вот первый запрос, который чаще всего сейчас, это долгосрочная аренда на побережье в Алане. То есть люди хотят переехать, попробовать, они хотят на постоянное место жительства переехать, жить у моря, но не готовы покупать, или они готовы, но они не знают, не ориентируются ни по районам, ни по жизни. Подойдет им жизнь Турция? Не подойдет. И поэтому у нас вот сейчас даже квартир на долгосрочную аренду не хватает под вот эти вот запросы. Потому что для иностранца надо понимать, чтобы арендовать на год квартиру, собственник этой квартиры должен им предоставить нотариальный контракт аренды. И не каждый собственник захочет показывать реальную сумму аренды и светить это у нотариуса, заверять этот договор аренды у нотариуса. Но без этого контракта ВНЖ иностранцы не получат. Поэтому вот спрос на такое у нас сейчас есть. Второй спрос, то, что насколько очень много запросов на покупку земельного участка. Прямо мы на сайте сейчас начали их все активнее, все больше размещать земельные участки. И спрашивают и для ведения сельского хозяйства, и для строительства дома. Поэтому чуть-чуть хотела подробнее поговорить по покупке земельного участка, потому что есть нюансы. Если вы видите, вот у нас на сайте был земельный участок тысячу квадратных метров, 18 тысяч евро. Да, это предложение реальное, но это не под застройку земельный участок. То есть у нас каждый земельный участок, он обладает статусом. Первый статус – это арса. Это земельный участок, на котором разрешено строительство. Второй земельный участок – это тарла. То есть это земельный участок, который предназначен для ведения сельского хозяйства. Под застройку он не предназначен. И также есть определенные виды участков, где возможно строительство отелей или туристических комплексов. То есть не подстроение ни жилой недвижимости, а вот туристической, скажем так, недвижимости. Спросите, поменять назначение – это хлопотное? Да, вот насчет тарлы. Во-первых, земельные участки со статусом подсельское хозяйство, они всегда дешевле. Дешевле из-за того, что они обычно подальше от моря и дальше от инфраструктуры городской. То есть план строительства, кадастровая карта еще не дошла до этих земельных участков. И они со статусом сельского хозяйства. Чтобы купить иностранцу такой участок, необходимо или фирму открывать, юридическую фирму и покупать на фирму. Но также это будет занимать кое-какое время, потому что необходимо разрешение с Министерства сельского хозяйства на такую сделку для иностранного покупателя. Или второй вариант – это купить уже готовую фирму, которая будет оформлена на турецкого граждана, и на этой фирме будет земельный участок. Это немного легче. Иностранец покупает компанию, и на этой компании уже есть земельный участок. То есть надо понимать человеку, что у него будут затраты по содержанию фирмы. Это примерно, ну, минимум, даже если фирма не будет функционировать, функционировать около 100-150 долларов на бухгалтера и на содержание компании в Турции. Насчет арсы, там, где земельный участок с разрешением на строительство без проблем, так же, как и квартиру, виллу, иностранец может приобрести этот земельный участок, и на нем уже в дальнейшем что-то строить. Сам он строить обычно не будет, то есть он все равно юрфирму или строительную компанию или подрядчиков будет нанимать, который будет разрешение получать на строительство и строить на этом земельном участке. Каждый земельный участок обладает процентом застройки. То есть, допустим, в Махмутларе это у нас высокоэтажное строительство. Если мы покупаем и рассматриваем арсу в Махмутларе, то можно будет построить 8-9 этажей. То есть это дорогие земельные участки, они предназначены для строительства жилых комплексов. По виллам, чаще всего, если мы говорим об Аланье, то виллы у нас расположены в центральной части города. Это район Тепе и Бекташи и в Каргаджаке. В этих районах разрешено строительство вилл, то есть это чаще всего также два этажа плюс крыша. Трехэтажный дом вы сможете построить. И у каждого участка есть разрешение на определенный процент строительства. То есть, допустим, если участок тысячу квадратных метров, 20% возможно застроить, то есть по периметру дом 100 метров можно, второй этаж также 100 метров, то есть примерно 250 метров квадратных виллу вы сможете построить на таком земельном участке. Простите, уточни, хочу вот все-таки в самой Аланье вилл не так уж и много. Вилл на первой линии нет вообще. Это невозможно купить. И, соответственно, вот те земельные участки, которые под строительство, вот индивидуальное для себя, те районы, которые вы называли, как далеко это от моря, что это за соседство, хотя бы примерно порядок цен, на что резинат дарить. Да, что ориентироваться, да, и примерно. То есть если мы говорим, центральная часть города, надо понимать, что это будет 3-4 километра от моря, потому что все, что в километре, в двух от моря, это жилые комплексы, квартирные жилые комплексы. 3-4 километра, и если мы, допустим, говорим Бекташ и ТП, там дорогие земельные участки за счет того, что, во-первых, это близко к центру города, вы спускаетесь на машине буквально 5-10 минут, и вы в центре Аланье. И, во-вторых, у нас эта возвышенность идет, склон, поэтому все участки видовые, все квартиры, все виллы в этой стороне, они с видом на море, с видом на Аланийскую крепость ночную, где-то, вот если мы говорим, 600-700 квадратных метров земельный участок под строительство дома, в районе ТП 80-90-100 тысяч евро только земельный участок. и выше в зависимости от видовых характеристик этого участка, от расстояния от моря, если мы говорим о районе Каргаджак, то есть это как раз тот район, в котором также у нас виллы расположены, но также виллы такое же расстояние, 3-4 километра от моря, речь идет о таких расстояниях. То чуть-чуть подешевле, 40-50 тысяч евро у нас сейчас есть земельные участки, 500, 600, 700 квадратных метров под строительство вилл. Именно 2,5 этажа, возможно, там построите. Потом момент, если все-таки у нас запрос вилла у моря, вот на первой береговой линии, где это возможно найти, то есть это будут районы, которые удалены от инфраструктуры. Пару таких вилл есть в стороне Газипаши, ну и Прайс также, надо понимать. То есть это восточнее Алании. Восточнее Алании, да. Вот, в принципе, такое место, где банановые плантации, где совсем ничего нет, одна природная красота. Вот там пару вилл таких есть. И также, не доезжая Алании, ерелые комплексы вторичные. И это не отдельно стоящие виллы, это виллы в комплексах, которым 20-30 лет. И даже не могу сказать, что это виллы, это больше как тандхаусы подходят описание такой недвижимости. Там, да, в плане даже как-то изменить внешний дизайн этого тандхауса не получится, потому что это не отдельно стоящая вилла, это жилые комплексы. И там ничего ты не сделаешь, только то, что по правилам жилого комплекса. Вот, поэтому вот план застройки такой, и поэтому, если запрос приходит в центр города, первая линия виллы, это нереально, такого, конечно, тут не будет. Но по поводу земельных участков, у нас сейчас очень много запросов именно на готовый бизнес. В Алании очень популярный банановый бизнес, авокадо выращивание. У нас прямо готовые презентации сейчас есть для инвесторов, которые хотят заниматься таким бизнесом. На самом деле, они сами хотят выращивать бананы, то есть как бы заниматься... Нет, они только инвестировать, они покупают готовый бизнес, где уже посажены авокадо, бананы, и этим всем управляет компания. Кстати, очень выгодный бизнес, потому что у нас практически у всех строительных компаний, у всех собственников отеля сейчас есть банановые плантации или авокадовые плантации. То есть сельское хозяйство в любой кризис, не кризис, все хотят кушать, поэтому это всегда прибыльное дело и в Алании сейчас популярное. Поэтому для инвесторов у нас... Ну, стоит понимать, то есть это примерно 250-300 тысяч евро и выше. Чем больше земельный участок, на котором засажены эти бананы или авокадо, тем прибыльнее это дело будет. Там также есть нюанс. Это же бизнес. То есть это не бизнес, а не недвижимость. То есть как это согласуется состав с возможностью получить ВНЖ гражданство? Ну, ВНЖ, понятно, гражданство. Гражданство тут... Это вы покупаете компанию, и на которой также вот есть земельный участок этой компании принадлежит. Тут момент есть. У нас спрашивали, возможно ли получить гражданство по покупке земельного участка. У нас такие запросы были. Практически нереально, потому что они по стоимости очень сильно занижены по кадастровой стоимости. То есть необходимо будет, чтобы собственник этого земельного участка показывал действительно реальную стоимость продажного этого земельного участка. Если на объектах недвижимости у нас есть такие объекты, то с собственниками земельного участка тяжелее. То есть для тех людей, которые заинтересованы в получении гражданства, проще купить недвижимость, которая подходит под этот запрос, а уже дальше разбираться с земельными участками. Также насчет Тарлы. Вот почему иногда кажется, вот 18 тысяч евро или 20 тысяч евро земельный участок в Турции недалеко от моря, но нет статуса на строительство. Когда доходит план строительства до этих мест, то чаще всего площадь земельного участка будет уменьшена. То есть государство может какую-то часть забрать на дороге, на парке, когда будет получен статус Арса. При переводе, то есть при переводе сельского значения. Если не сельское хозяйство, государство говорит, ну давайте тогда облагораживаться. Да, да, да. За счет этого и город формируется, да, то есть за счет этого и у нас есть скверы, парки, дороги. То есть это же чья-то земля, которая часть при переводе в статус Арса была уменьшена. Поэтому земли сельскохозяйственного назначения, они дешевле, конечно, намного. Александр, ну и говоря тогда, наверное, уже завершая ту часть, которая касается именно покупки земли, как-то раз с нее мы начали. Вы упомянули возможность приобретения земли под отели или под многоквартирные дома. В связи с этим, наверное, немножечко вбок вопрос. Многие отели не открылись. Насколько сейчас вот этот рынок вообще оживает, рынок, я имею в виду, не туристический, а рынок продажи отелей. Какие здесь возможные изменения? И вообще в Турции, учитывая огромное количество отелей, которые, по крайней мере, на глаза у тебя постоянно попадаются, более логичным кажется покупка чего-то уже готового, чем строительство. Готового. Поэтому тут есть моменты, но сейчас у нас есть и в центре города апарт-отели недорогие на продажу, и в других районах. В интернете, сразу скажу, эта информация в основном не светится. То есть даже собственник отеля у нас говорит, пожалуйста, не надо говорить, что мой отель на продажу, потому что у собственника контракты с туроператорами, и как бы он не хотел бы, чтобы это светилось где-то в интернете. Оставить под сомнение, да. Да, оставить под сомнение свою работу, еще что-то. Но такие отели на продажу у нас всегда есть. В таком случае, ну, все время практически этот запрос подходит под получение гражданства, потому что суммы большие. То есть даже если занижено будет, грубо говоря, в четыре раза, все равно это подойдет, такая покупка, такая сделка под получение турецкого гражданства. К концу сезона, может быть, еще больше будет предложений, так как сезон был не очень, это я так ожидаю. То есть такие предложения для инвесторов у нас также есть. Вот да, если мы на вот этот слайд перейдем, наш по земельному участку, да. То есть тут я хотела показать вам, вот так вот выглядит свидетельство о собственности в Турции именно на земельный участок. Это он синего цвета. Если вы покупаете квартиру, виллу, жилую недвижимость, то такой же документ получаете в кадастровом управлении, только красного цвета. И всегда у нас, где нетели, то есть это вид недвижимости, написан статус. То есть, допустим, вот тут у нас Тарла написано, это земельный участок под сельское хозяйство. Там, где у вас квартиру написано, Мескен будет, это жилая недвижимость. И вот так вот примерно выглядит, как на картинке, у нас различные земли. Вы видите, когда даже вы прилетаете в Анталию, самолет садится, огромное количество теплицы. То есть сейчас просто бум и развитие идет сельского хозяйства, выкупают земли самые местные жители, и на экспорт потом продукцию. То есть теплиц очень много, это все развивается. Но на том слайде также мы показывали, вот у нас был земельный участок именно под строительство туристического комплекса. Вот этот выделенный красным цветом, он был выкуплен уже. Вот такие предложения имеются. Ну и соответственно, из-за того, что изменился спрос у покупателей. Очень многие покупатели сейчас говорят нам, мы бы хотели жить в некотором отдалении или в таком комплексе, где не будет много людей, чтобы у нас был свой сад, свой огород. То есть это или вилла, или это квартира с выходом в сад. Вот такое также возможно. И соответственно, застройщики начали также ориентироваться на такой спрос и предлагать нам комплексы вилл. На самом деле, готовое решение... Хотел бы тут как раз об этом поговорить, может быть, немножечко с другой стороны зайти, тем более, что мы как раз о виллах и хотели с вами переговорить. Вопрос-то у меня такой. Вот эта история все-таки связана последние двух месяцев, трех месяцев, связанная с, ну там, понятными ограничениями, когда люди стали так жить. Или все-таки естественное развитие событий, людям надоело жить в небоскребах, ну или просто там люди захотели чего-то другого. Как вам кажется? Мне кажется, все-таки это карантин повлиял. То есть настолько вот несколько месяцев люди были зажаты в этих квартирах, и у нас были комплексы, в которых вот во время карантина разрешалось выходить на территорию комплекса, а были комплексы, в котором даже и большая территория комплекса, ты не можешь выйти на ее территорию. Поэтому такое также было, и, конечно, проводить эти все месяцы в квартирах сложно. Окей. Ну и, соответственно, я вас, простите, до этого прервал. Говорим о том, что появились, как я понял, новые предложения, именно виллы, не обязательно на первой линии, даже, скорее всего, не на первой линии, виллы, комплексы вилл, когда ты живешь, ну, как бы, в своем, в небольшом, но в чем-то своем. Да, в чем-то в своем и со своим садиком, скажем так, где ты можешь вырастить фрукты, овощи, и что ты хочешь. Верно, Филипп, такие предложения появились, я сейчас про них поподробнее расскажу. Вот у нас, да, третий, да, да, пожалуй, ну, то есть, если раньше у нас были комплексы виллы, две, три виллы, восемь, десять, то сейчас начали появляться предложения от застройщиков действительно на больших земельных участках, то есть мы можем вот тут вот включить у нас видео, мы посмотрим, насколько, да, насколько большой земельный участок, это район у нас Каргаджак, три километра от моря, рядом окружают вот то, что зеленое выделено, это то, где будет построен этот комплекс, комплекс с инфраструктурой, это закрытый бассейн, открытый бассейн, теннисный корт будет, он уже есть, отдельный блок под инфраструктуру, у каждой виллы отдельное парковочное место будет, виллы планировкой 3 плюс 1, у каждой виллы будет свой земельный участок, 350-450 квадратных метров, и мне понравилось в этом проекте то, что застройщик предлагает, или это будет сад, то есть в стоимости квартиры бассейн не включен, но если вы хотите на этом участке не озеленение, а бассейн за дополнительную плату, мы можем вам построить также бассейн, сделать у вашей виллы будет бассейн, при этом общий бассейн также будет, стоимость от 149 тысяч евро, на самом деле эта стоимость сейчас примерно равна, так же, как некоторые наши квартиры в элитных жилых комплексах, 2 плюс 1, также примерно и стоят, от 120-160 тысяч евро. Аввокадо, это аввокадо, это аввокадо, то есть сейчас... На месте этих аввокадо будет как раз комплекс стоять, или не совсем так? Да, как раз комплекс, да, но на данный момент сейчас там высажены аввокадо, вот это то, о чем я говорила, большая часть, у нас просто сейчас бумы на выращивание аввокадо, такого, мне кажется, раньше не было, прям, мы даже, я сама изучила, с Кассажин стоят, что, как это происходит, но довольно выгодный бизнес с окупаемостью 4-5 лет. Вот, но если все-таки о виллах мы говорим, этот проект у нас подходит под получение гражданства, то есть продавец будет показывать максимально реальную стоимость. Ну, одной виллы вам не хватит, но если вы купите две виллы, которые возможно объединить в одну большую, можно будет подавать документы на получение гражданства. Это смежные виллы, как вы видите, это смежный дом, одна общая стена на двух собственников, на двух хозяев. Скажите, пожалуйста, еще разочек, вот такой проект, где это, как далеко это от моря, ну, сориентируйте просто географически, что это такое. Да, по месту, это у нас район Каргаджак, 3 километра от моря, то есть, конечно, если проживать или отдыхать в таком комплексе, то желательно или арендовать автомобиль, или покупать автомобиль, так как там будет предусмотрено отдельное парковочное место, стоянка для собственников. Окружено, в окружении там такие же комплексы вилл, которые уже были построены 8-10 лет назад, то есть, как я сказала, два самых популярных района, это центральная высокая часть Алании и Каргаджак, где у нас есть виллы. В этом варианте с вилл не будет открываться вид на море, то есть, там такой, как бы, склонный, поэтому будет вид только на горы, красивый вид на Таросские горы. Большое преимущество в том, что оплата есть рассрочка, то есть, вам не надо сразу брать и 149 тысяч, грубо говоря, вкладывать, по этапу строительства вы сможете оплачивать. От продаж недвижимости строительства комплекса не зависит, то есть, не будет такого, что я оплатил одну виллу, моя вилла построена, а рядом авокадо растут. Такого не будет, то есть, все это будет вместе начинаться осенью, строительство начинается и полтора года длится. То есть, это в начале 22-го года сдача? Да, да, весной 22-го года. Весной 22-го года. Вопроса два тогда. Первый по тому, какая отделка, что включается в эту стоимость? Полностью чистовая отделка, стандартная, кухонные гарнитуры, санузлы, то есть, надо будет купить мебель и технику. И сразу хочу сказать, да, что для участников нашего вебинара я готовила какие-то бонусы, о которых говорила в рекламной кампании перед вебинаром. То есть, в этом проекте у нас для участников вебинара входит также в стоимость полностью комплект бытовой техники и также получение ВНЖ, если это будет актуально для двоих членов семьи. А можно уточнить тогда, ведь не надо же дожидаться окончания строительства в этом случае, да? То есть, ты можешь претендовать на ВНЖ или на гражданство, если ты покупаешь большой объект еще до завершения строительства? Да, все верно. Но у застройщика, вот когда начинается строительство жилого комплекса, застройщик получает разрешение на строительство. Оно называется Япырухсаты. После того, как он получил разрешение на строительство, около шести месяцев длится процедура деления на ТАПУ. В кадастровом управлении застройщик делит еще несуществующую, на несуществующую недвижимость, получает уже свидетельство о собственности, то есть, независимые доли жилые. Вот когда уже ТАПУ будет готово, можно получать и вид на жительство, и подавать на гражданство. То есть, на недостроенный объект, но уже ТАПУ должно быть. у разных строительных компаний по-разному, но как минимум, это после шести-восеми месяцев от начала строительства происходит. Я сразу вижу, Ольга там трудится в поте лица, отвечая на вопросы, их очень много, что очень приятно. Контакты компании, на всякий случай, еще раз обращу внимание, они в чате наверху написаны, и если кто-то, ну, как бы индивидуально хочет пообщаться, пожалуйста, просто напишите, ну, или позвоните, все контакты есть, это, в общем, для того и работаем. Александр, давайте тогда коснемся вопроса, который, ведь, самый популярный, его задавать всегда будут, в такие вообще кризисные времена его задают еще больше. Первый вопрос касаемый относительно бюджетных предложений, стало ли их больше, появились ли, и второй вопрос относительно скидок, а то, что вы там к вебинару приготовили, а то, что вот вы не приготовили, вдруг понеслось и начали массово продавать. Тем более, что, опять же, с вами, с вашими коллегами мы обсуждали, все равно есть часть собственников, в основном, кстати, собственно, граждане Турции, которых, ну, нужда заставила что-то сбрасывать. Или заставит после неудачного, скажем так, туристического сезона сбросить цены на свои предложения. Давайте о бюджетах не скидем. Окей, хорошо. Значит, о бюджетном. Сразу хочу сказать, вот мы встречали и комментарии в этот период карантина на нашем канале, на ютубе, на сайте, что в три раза у нас цены должны упасть, и до сих пор у нас задают вопросы, что можно за 15 тысяч евро купить, за 20 тысяч евро. Вот таких предложений, честно говоря, у нас не появилось, и мне кажется, они просто и не появятся. То есть даже сейчас, если мы говорим о бюджете 20-25 тысяч евро, даже если это есть такие квартиры, они есть, в переводе на турецкие лиры, они есть. Но стоит всегда быть особо предельно внимательным к такой недвижимости, потому что могут быть свои подводные камни. Чаще всего это подводные камни, которые касаются Искана. Разрешения на сдачу комплекса в эксплуатацию его может не быть, и, соответственно, с этим могут быть какие-то проблемы. Также могут быть проблемы с управляющей компанией, то есть когда комплекс вроде бы и комплекс, но в полуразрушенном состоянии, потому что никто не хочет платить айдат, ежемесячную плату за обслуживание комплекса. И у нас были такие варианты, то есть когда, да, смотришь, квартира дешевая, но, допустим, даже лифт не работает, он есть. Он в техническом описании проекта, он есть, но его нет. Поэтому особо внимательным стоит быть при вот таких вот очень-очень, скажем так, бюджетных вариантах. Все-таки, если вы планируете самое недорогое, то ориентируйтесь от 30 тысяч евро и выше в зависимости уже от предложения, потому что дешевле уже какие-то нюансы могут возникать. Такие предложения, если мы говорим 30 тысяч евро, и у вас, вы понимаете, что не хватает какой-то части, что можно сделать, что можно рассмотреть? Во-первых, ипотечное кредитование можно рассмотреть, ипотека действует на готовые объекты. И у нас есть сейчас несколько комплексов во Фсаларе, допустим, 1 плюс 1, от 32 тысяч 500 евро, от 34 тысяч 500 евро. И предусмотрена рассрочка, плюс еще, когда комплекс будет сдан, можно на какую-то часть, на 30-40% еще растянуть оплату путем ипотечного кредитования. То есть такие варианты есть, лучше их рассматривать, чем, грубо говоря, купить какую-то большую проблему за 20 тысяч евро и не знать, что с этой проблемой дальше делать, как от нее избавиться. Вот, как раз хотела показать у нас студия, вот слайд, если можно. Это актуальное предложение, оно было на нашем сайте 24.00. Я пока готовила презентацию вчера для вебинара, и эту студию включила в обзор, чтобы показать, что можно, допустим, до 30 тысяч евро купить с мебелью, с техникой в центральной части города. Но вот сейчас у нас покупатели планируют выкладывать залог за нее, менеджер контракт готовит. Но сам факт, такая квартира была. Сейчас у нас, допустим, есть готовая недвижимость в современном комплексе во Фсаларе, 2 километра от моря, 1 плюс 1, 33 тысячи евро. Предложение реально, возможно, небольшая рассрочка от нас, то есть это наши квартиры. Также за 34 тысячи евро есть варианты на этапе строительства. То есть если мы говорим о бюджетном, то есть примерно от старт, от такой-то суммы вам необходимо ориентироваться. Нас часто сейчас стали спрашивать, что вы думаете, что в дальнейшем. То есть сейчас вроде бы как все поехали, спрос вырос, может быть, и цены на это отреагировали. А вот мы подождем, зимой будет спад какой-то, глобального спада. Вот именно глобального спада, как динамики цен, вниз не пойдет. То есть то, о чем я говорила в начале карантина, будут единичные случаи. То есть, допустим, у человека сезон плохо прошел, он зарабатывает только в туризме, в этом году ничего не заработал, у него есть кредитные обязательства, какие-то долговые обязательства, и он может обналичивать, пытаться обналичить деньги найти путем продажи недвижимости, которая у него есть. Но это единичные случаи были. Они и раньше были срочные продажи, и сейчас, и в конце сезона будут эти срочные продажи. Но в целом такого массового не будет. Сейчас у нас ни один застройщик прайс-листы, допустим, в лиры не перевел, в турецкие лиры. То есть все равно все прайс-листы всех строительных компаний в евро, в валюте. А что сейчас в последние месяца-два с курсом лиры? Вы знаете, да, вот из-за чего сейчас можно даже словить выгодный вариант, это когда будет продавать турецкий собственник в лирах, а лира немного падает. То есть сейчас вот у нас было 7,6 евро, если лира, сейчас уже 8, 8.13 с утра было, то есть лира немного падает. Конечно, это даже повлияет больше на цены, чем другие факторы. Это то, что я и раньше говорила. То, что падает, этого никого не удивили. Знаю еще несколько стран, где падает, не будем называть их вслух. Да, но эти предложения тогда будут дешевле, именно если собственник, который продает в турецких лирах. Потому что, как я сказала, все строительные компании, абсолютно у всех, прайс в евро, то есть без разницы это не влияет. Но если турецкие собственники, которые не подымят цены, потому что турецкие собственники так же быстро ориентируются и начинают собственности в лирах так же повышать, ориентируясь на тот же падение курса лиры. То есть это не будет продолжаться. Смотрите, поговорили о бюджетных вариантах. И вот от застройщиков со вторичкой, понятно более-менее, у человека личные обстоятельства. Да, необходимо продать, не продать, да, срочно. А вот и состройщиками, потому что, ну понятно, что есть компании, у которых там все хорошо, но если особо продаж нет или они идут не такие, как ожидалось, ну все равно во всем мире мы сейчас видим, нельзя сказать, что прямо там 20-30%, но 5-10% скидывают. Что в Турции? Что в Турции? Ну начнем с того, что большинство строительных компаний, они занимаются не только строительством, всегда есть какой-то еще дополнительный вид деятельности, от которого они будут зависеть или чем заниматься. То есть сейчас на рынок у нас то, что я наблюдаю, начинают выходить строительные компании, это крупные компании мебельные, которые мебелью занимаются по Турции, они начинают входить в сферу строительства сельским хозяйством, также металлом, кто занимался и выходит. То есть какое-то у них всегда есть подстраховочное, скажем так, второе, то, что если не будет продаж, в любом случае банкротом они не будут. Вот, но тем не менее появились проекты, если раньше цены, вот допустим, сейчас я буду рассказывать про комплекс с отельной инфраструктурой, недалеко от моря в Махмутларе, с хорошими планировками, квартиры большие по площади, ну, относительно большие. И если раньше у нас в начале года такие проекты стартовали где-то от 50 тысяч евро, да, вот как этот проект 2670, то сейчас этот проект у нас стартовал от 41 тысячи 500 евро, квартиры 1 плюс 1, площадь квартир от 50 до 75 квадратных метров. И сейчас есть такая тенденция, все строительные компании начали практически во всех квартирах, во всех своих проектах предлагать квартиры 1 плюс 1. 2 плюс 1 вот в этом проекте конкретно нет, их они только пинхаусы, и кто захочет сможет объединить, купив 2 квартиры 1 плюс 1. Именно начали искать какие-то оригинальные планировки, то есть, допустим, вот справа мы видим фотографию, это будет лофт-планировка двухэтажной квартиры, большая часть квартир в этом комплексе будут иметь вид на море, вид на горы, вид на район, на Махмутлары. И вот от 41 500, кстати, 43 500, то есть продажи каждый день все равно идут, резервации идут, и спрос все равно у нас присутствует и от инвесторов, и от покупателей, для тех, кто на ПМЖ хочет приехать, и как дополнительно, кто вкладывает деньги, вывозит деньги, то есть это также есть. Если я правильно помню, у нас по этому комплексу тоже есть видео. Да, видео мы можем, да. Как самое. Да, 700 метров от моря, то есть это расстояние небольшое, минут 8-10 пешком среди всей инфраструктуры Махмутлары. Рядом государственная школа будет, подойдет для постоянного проживания. Вот центр города, то есть буквально 20-30 минут, если на автобусе, вы будете в центре Алани. Земельный участок большой, примерно как одно футбольное поле, составляет, и, как мы видим, все рядом, 3 блока, на продажу выставлено 2 блока, А и Б. Пролонировки 1 плюс 1, начинка, все будет, то есть это хамам, закрытый бассейн, открытый бассейн, спа, массажные комнаты, аквапарк, подземный паркинг, открытый паркинг, ну, мне кажется, вот все, я даже не знаю, чего там не будет, все в этом проекте будет. И вы видите, Махмутлар, он у нас уже полностью застроен, то есть 700 метров от моря в Махмутларе, это уже близко к морю, как бы считается. Махмутлар считается, ну, таким, по сути, самым русскоговорящим районом Алании сейчас. Да, все верно, самый русскоговорящий в любой магазин, в любую аптеку, если вы зайдете в любом, даже самом турецком, казалось бы, доме, если вы приобретете квартиру, соседи у вас все равно будут говорить какие-то на русском языке. Сиедра, клиника с русскоговорящими врачами в Махмутларе, продукты русские также в Махмутларе, можно все найти привычные нам, то есть он очень активно развивается, и садики, и школы, и детские площадки, и кто не был в Махмутларе, конечно, приезжает, за столько лет он очень хорошо развивается. Запросы у нас часто сейчас начали появляться на первую береговую линию, на прямой вид с моря, и вот именно в Махмутларе больше всего мы сможем найти такие квартиры, это или на вторичном рынке, и по стоимости такие квартиры, где-то 120, 130, 140 тысяч евро, то есть прямо вот море, прямо перед глазами. У нас очень вот так же, хотел бы об этом упомянуть, много таких запросов. По этому комплексу полтора года будет строительство, оплата в рассрочку. Этот вариант, ну, не совсем под гражданство, скажем так, подойдет, тут будет занижена стоимость, и также бонус, который мы для участников вебинара по этому комплексу предлагаем, это полностью мебельный пакет в зал, в квартиру 1 плюс 1. Квартира 1 плюс 1, как я уже сказала, от 50 до 75 квадратных метров довольно большие, потому что во всех современных квартирах сейчас идет тенденция на уменьшение жилых площадей. То есть огромное количество у нас сейчас жилых комплексов, 42, 35 квадратных метров квартиры 1 плюс 1. То есть в этом комплексе полноценные 1 плюс 1, включая коридор, балконы шикарные, хорошие, планировки по метражу хорошие. Давайте все-таки в двух словах, ну, вы показали какой-то пример, как сейчас вообще ведут себя застройщики, появилась ли в текущих деньгах, соответственно, готовы ли они более гибко обсуждать условия? Да, да, конечно, более гибко, то есть даже на этом проекте окончательная стоимость и процент скидки будет зависеть от условий оплаты. То есть если не пользоваться рассрочкой, а пользоваться стопроцентной оплатой, то будет скидка предусмотрена, уже будет зависеть конкретная скидка от конкретной квартиры в индивидуальном порядке, мы с каждым состройщиком это обговариваем. То есть да, конечно, но в любом случае проект будет достроен вне зависимости от того, проспонсируют ли клиенты, скажем так, профинансируют ли этот проект или нет, потому что есть всегда дополнительный заработок. И застройщики, когда начинают проект в такое время, а сейчас, скажем так, ну, везде во всех странах непростое время, непонятно как, что дальше, такое неопределенное время, то есть они, конечно, на что-то рассчитывают и не будут рисковать, вот, ходя в такой масштабные проекты без финансирования своего личного. Ну, а вот все-таки, если вы говорите о ситуации, связанной с... Слышите меня? Да-да-да, хорошо, ага, слышно. Если мы говорим о ситуации, там, ближайших месяцев, ваше ощущение, ну, осень, говорят, даже безотносительно того, будет ли всякие эти вторые волны, не будут, экономическая ситуация может заставить быть еще более гибкими. Посмотрим, то есть тут мы, конечно, на побережье, мы очень сильно от туризма зависим, поэтому, как я сказала, это, конечно, будет сказываться, то, что такое снижение турпотока на нас скажется 100%, и даже внутренний рынок, наверное, внутренние продажи, конечно, не будут спасать в некоторых ситуациях, но это скажется на какие-то определенные сделки определенных собственников. А если мы говорим о строительных компаниях, то вот то, что сегодня я представляла, и практически даже, я же говорю, все эти строительные компании, у них параллельный бизнес есть, те, кто у нас застройщики, вот есть 30 комплексов построили, в Алане 20, мы с ними разговаривали, они говорят, мы пока будем в режиме ожидания, то есть мы новых проектов не начинаем, мы будем ждать и распродавать только то, что построили. Вот, выходит сейчас, наверное, ну, мне кажется, сейчас время амбициозных новых застройщиков, то есть время такой возможностей. Александра, а вот был вопрос, мне кажется, один из наших зрителей, Сергей, кажется, спрашивал. Была, ну, такая вот тоже, с одной стороны, может быть, вопрос несколько общий, но вот сейчас, недостроев, обманутых, дочекос-проектов, с очень долгим, неадекватно долгим периодом несоблюдения сроков... Нет, нет, я не вижу... Вот я сейчас не наблюдаю таких, все, что у нас были по продажам, буквально, ну, где-то... Даже, даже не у нас, даже вот если брать все остальные, нет, или проблемы были вообще, в принципе, и до этого не связаны с кризисом у строительной компании по документам или еще что-то, то есть это не связано с его непродажей, а связано именно с проблемами строительной компании, когда документы... Я знаю, я знаю, я знаю. Да, то есть, допустим, у нас есть несколько замороженных проектов, то есть строительные компании собирались строить, но не получилось, и не получилось не из-за того, что проблема в строительной компании, допустим, у нас Тосмур и Кистелли были моменты, когда сейчас муниципалитет не выдает разрешение на строительство для этих районов, то есть идут у них между муниципалитетом какие-то судебные разбирательства, и тут проблема не в строительной компании. Строительная компания бы и захотела бы, и построила, но конкретно не может получить все документы для строительства по объектам, поэтому пару замороженных строек вот таких вот имеются, именно по этим в основном двум районам. Ну и то вот мэр Аланьи озвучивал недавно, что эту проблему именно с этими двумя районами он в ближайшем будущем пытается как бы все разрулить. По Махмутлару, допустим, я вижу просто в чате вот вопросы по ценам. Вот за месяц у нас был проект Palm Residence, называется, за месяц он был полностью распродан. Квартиры недорогие и с мебелью, с техникой новой включены. То есть такие готовые шоу-румы на продажу, 2 плюс 1 от 55 был прайс до 60 тысяч, в зависимости от этажа, там даже дешевле от 53 он было. То есть месяц понадобился, чтобы не только мы, я имею в виду, это вообще все агентства города, Аланьи полностью этот комплекс вот в такой период распродали. Есть сейчас некоторые предложения, у нас некоторые застройщики пошли на скидки, даже вот мы новый видеообзор снимаем, когда около 20% скидка идет на квартиры, то есть комплекс дан построен, продажи остановились, и застройщик забрасывает цены. Окей. Но все равно это есть какой-то, я извиняюсь, перебила, есть какой-то минимум, да, то есть все равно то, что я говорила, 15-20 или новостройку за 30-40 тысяч евро, 2 плюс 1, ну не будет таких цен до этого, как бы не будет ничего опускаться, потому что все равно спрос и много заявок мы получаем. Как я сказала, на местном, на внутреннем рынке идут продажи расы, и сейчас очень активно у нас Казахстан пишет и звонит. Единственная проблема, что они не могут прилететь, но просто поток для граждан Казахстана идет. Окей, давайте тогда мы с вами коснемся по недвижимости, более-менее понятная история, давайте поговорим о двух важнейших историях, связанных с видом на жительство и гражданство, поскольку переезд в Турцию, это... Александра, куда вы делись? Вы сейчас поднетесь? Все, все, я тут, я тут. А потом вы приезжали в продажу, нет? Нет, 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 я подключила компьютер, я увидела, что он у меня без зарядки. Понятно. Смотрите, значит, давайте коснемся вопроса ВНЖ и гражданства, поскольку, ну, тоже это те вопросы, которые меня интересуются. Да, по ВНЖ у нас, в принципе, никаких изменений не было, были изменения, ну, это мы потом можем, если что, также поговорить, что нам вернуться. Никаких изменений не было, изменения были в начале 2020 года для определенных стран, граждан России изменений ничего не коснулось, но для граждан Украины, Таджикистана, Узбекистана, Беларусь, Казахстана у нас есть изменения. То есть первый раз граждане этих стран могут оформить ВНЖ туристические на основании долгосрочной аренды на один год. В дальнейшем продлить такое ВНЖ они не смогут. Надо покупать недвижимость и быть собственником по ТАПУ, иметь свидетельство о собственности и только с ТАПУ подавать документы на ВНЖ. Граждане России могут сейчас на основании аренды оформить ВНЖ сроком на один год и в дальнейшем его продлевать. На два года можно сразу оформить ВНЖ на основании владения недвижимости. И для всех участников вебинара я говорила, что у нас будут подарки. То есть сейчас для всех объектов с нашего сайта, не только по тем объектам, которые я рассказала, мы предоставляем бонус. Это оформление ВНЖ бесплатно на двоих. При оформлении ВНЖ основную затратную часть составляет медицинская страховка. Обязательно необходимо оформлять медицинское страхование. Ну а так в принципе полностью даже вот когда у нас покупают недвижимость, мы помогаем в сборе всех документов, которые будут необходимы для получения вида на жительство. Ничего сложного нет, каких-то проблем мы не видели. Единственный вот момент по гражданам Украины и Казахстана, то есть те люди, которые у нас первый год на основании аренды подавали документы. Сейчас мы вот были у нас случаи, когда мы там искали недорогую недвижимость только для того, чтобы человек был вписан в ТАПУ и смог оформить ВИП на жительство. То есть я так подразумеваю, это нововведение именно с этими странами связано с тем, что люди приезжают сюда на постоянное место жительства, работу найти иногда непросто, получить рабочую визу тяжело, это должен оформлять работодатель, и, соответственно, на основании ВНЖ, а оно не дает право на работу, люди начинают нелегально работать. И вот чтобы это как-то убрать и контролировать, вот такие нововведения по получению вида на жительство у нас есть. По получению гражданства на основании покупки недвижимости у нас никаких изменений нет. Также эта программа действует, и больше, вот сейчас очень большое количество запросов мы получаем именно с целью получения гражданства. То есть первый вопрос у клиентов идет сначала о недвижимости в целом, и второй вопрос, а подходит ли этот проект для получения гражданства? Смогу ли я претендовать на получение гражданства, купив эту квартиру или виллу? То есть напомню, что сделка должна проходить от турецкого собственника, оплата официально должна быть на счет продавца. Также по гражданству со всеми документами мы помогаем, но оформлению гражданства там немного тяжелее процедура, поэтому мы передаем это дело людям, которые занимаются оформлением рабочих виз и оформлением гражданства. Но случаи получения гражданства на основании недвижимости у нашей компании есть, в принципе, сейчас статистика хорошая, поэтому много людей воспользовались этой программой, и цель этой программы только привлечение зарубежных инвесторов в Турции, и поэтому на сегодняшний день эта программа продолжается, никаких изменений нет. И вы можете приобрести недвижимость не обязательно сразу на 250 тысяч долларов, вы сможете сейчас, допустим, купить, ну, грубо говоря, для семьи, для проживания 100 тысяч, и в дальнейшем, если вы рассматриваете для аренды или еще вторую недвижимость, также на эту сумму и не обязательно нет никаких временных рамок. То есть до того периода, как этот закон действует, возможно претендовать и воспользоваться этой программой по гражданству. Александра, вот у нас параллельно идет трансляция в Фейсбуке, оттуда поступил вопрос практически, если говорить об арендных перспективах, видимо, ну, я, если я правильно понимаю, суть вопроса, какая квартира одноважды от выгоднее, 1 плюс 1 или 2 плюс 1, и вообще какие параметры при этом выборе может быть интереснее? Вы знаете, почему вот все застройщики сейчас перешли на квартиры 1 плюс 1, на эти квартиры очень большой спрос, и в плане аренды, сдачи в аренды, в плане цены, то есть квартира 1 плюс 1, она отлично подходит для отдыха семьи, где есть 1 или 2 ребенка, допустим, 2 плюс 2, отлично размещаются в такой квартире, во все квартиры 1 плюс 1, которые мы сдаем. Мы советуем собственникам покупать раскладной большой диван, чтобы это было еще дополнительные спальные места, и получается семья с 4 человек абсолютно нормально, комфортно размещается в квартире 1 плюс 1. При этом стоимость аренды 1 плюс 1, вот, допустим, у нас сейчас по Алании, это примерно от 70 евро до 900 евро, но в зависимости от комплекса. 2 плюс 1 подороже, и семья, допустим, она также будет выбирать при аренде, заплатить ей, допустим, 1500 евро за 2 плюс 1 или 900 евро за 1 плюс 1 в хорошем комплексе с инфраструктурой. Поэтому для аренды 1 плюс 1 очень у нас пользуются спросы, наверное, бы все-таки я их рекомендовала бы приобрести. И вот также то, что сейчас вот новинки появились, строительные компании, если раньше у нас практически в Алании не было проектов с гарантированным доходом по аренде, то сейчас такие проекты появились. И вот если можно, слайд мы посмотрим. Давайте поедем на слайд. Значит, у нас еще два слайда есть по объектам. Вот этот или вот этот? Какой? Вот этот, вот этот, вот 25-61. Вот как раз этот застройщик у нас сейчас предлагает гарантированный доход на 3 года, составляется контракт, подписывается 5% от стоимости квартиры в год, будет выплачивать строительная компания, она полностью будет управлять вашей недвижимостью, комплекс будет иметь отельное управление. При этом у собственника есть возможность 2 раза в год в течение 10 дней пользоваться своей квартирой и приезжать на отдых. Если собственник не хочет пользоваться такой вот гарантией от строительной компании, можно сдавать через нашу компанию. Мы не даем гарантию, но доход может быть больше. Вот в 2019 году у нас квартиры все были сданы и сезон, конечно, был хороший. В этом году у нас вот сейчас август, сентябрь, октябрь, отличная резервация по аренде, но, к сожалению, получается июнь, май мы возвращали даже залоги, резервации по аренде всем клиентам, потому что они-то и хотели, но прилететь не могли. Вот этот комплекс 2561, он у нас находится 250 метров от моря. Как вы видите, это центр города, он уже застроен. Недвижимость тут дорогая и только все дороже и дороже становится, потому что пустых земельных участков в этой части Алании вообще нет. То есть собственнику, продавцу строительной компании единственный выход, что сделать, купить что-то старое или старый апарт-отель или старый дом какой-то, его полностью под ноль снести и построить что-то новое. Поэтому, соответственно, эта недвижимость не может стоить ни 30, ни 40 тысяч евро в этой части города. Вот сейчас у нас на этом проекте цены на 1 плюс 1 начинаются от 64 500 тысяч евро. Чистовая отделка, инфраструктура, открытый бассейн, лобби, бары, небольшой джакузи, закрытый бассейн, тренажерные залы, ресепшены. Ну и самое главное, конечно, преимущество этого проекта – это шикарное расположение, хороший пляж, все рядом, то есть даже если вы не будете сдавать, а сами приезжать на отдых будете, то место отличное однозначно подойдет. Он тоже еще на старе строительство находится. Да, он только в октябре будут начинать строить. Вот сейчас там расчистили площадку, потому что сносили старый апарт-отель. Вот сейчас с октября… 5% вот эти 3 года по 5% тебе возвращать будут после того, как объект будет построен? Ну да, да, конечно. После того, как недвижимость начнет сдаваться, приносить доход. После того, как оно будет построено, да. То есть когда начнет функционировать полностью через год. Вот через год планируется в декабре 2021 года. Слышно от меня? Слышно, да? А меня слышно? Да, 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 и вас слышно. У меня есть сбой с картинкой, даже не знаю, видно меня или нет, но неважно. И не во мне главное дело. Главное, что вас видно и слышно. Да, но я себя чего-то вот почему-то не вижу. Видно. Я думаю, меня слышно, да, и видно? Ну, сейчас наши коллеги, я думаю, в чате напишут. Мы сейчас этот вопрос выясним. Всех видно. Ну, все, тогда вообще все отлично. Всех видно и слышно. Все отлично. И вот этот проект у нас построен в стиле яхт. У застройщика несколько проектов по Аланье и балконы в стиле вот таких вот моторных яхт. Отлично. Видно, да? Вот давайте еще тогда один вопрос. У нас есть еще один объект, о котором вы говорили. Один объект это вот, сейчас скажу какой, вот, 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 вот этот. Нет, не этот, сейчас покажу. Вы пронесли. Вот этот вот, что это такое, в двух словах. В двух словах, на что сейчас ориентируются также строительные компании, видят спрос на, как я уже сказала, чтобы был садик, огород, тишина, социальная дистанция, чтобы в комплексе не было много людей, максимально зелени, максимально какое-то вот к природе, что ли, так, если можно сказать, единение. Поэтому стали появляться проекты на расстоянии двух, трех километров от моря. Видно, да, меня? Да, 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 все нормально. Двух, трех километрах, четырех километрах от моря. Вот этот проект у нас в районе Оба, в окружении апельсиновых садов, при этом недалеко, два километра от моря, по прямой дороге, и вы будете в центре Оба, в центре города. Тут различные планировки у нас представлены. Один плюс один, два плюс один, три плюс один с террасой, с садом. И также застройщик максимально будет акцент делать на озеленении внутренней территории, и также даже во внешнем фасаде будет специальное озеленение. Вот такие проекты стали появляться. И если бы раньше нам строительные компании такой проект бы презентовали, я бы, наверное, сказала, ой, нет, трудно будет продать, спроса на такого нет. Но сейчас даже в таких комплексах дальше от моря, где будет тихо, красиво, и при этом все равно это недалеко от городской инфраструктуры стали появляться. Этот проект у нас на этапе строительства. Такого плана недвижимость, конечно, больше всего подойдет для постоянного проживания в Алании. Потому что если мы ориентируемся на отдых, то большинство русскоговорящих покупателей, они ориентированы на расстояние к морю. Чем ближе, тем лучше. Кто постоянно проживает, мы на море ходим, например, нечасто, поэтому мне, грубо говоря, все равно жить в 100 метрах от моря или в 5 километрах от моря. Для нас это не принципиально, как и для многих, кто живет постоянно. Окей, ну и тогда, Александра, уже в завершении нашего вебинара буквально давайте пару еще фактов, которые имеют непосредственное отношение к недвижимости Турции, но уже не примеры конкретных объектов. Во-первых, расскажите то, что вы обещали рассказать про биткоины и вообще всю эту историю. Да, про плату. Да, пару слов. То есть мы сейчас и в период карантина, и сейчас уже даже после открытия границы наблюдаем некоторые трудности с оплатой недвижимости у наших клиентов. То есть свифт-переводы у наших некоторых покупателей возвращали обратно, наши контракты по покупке придирались к каждой букве, что как. Очень тяжело, но в России еще как-то, хотя говорят, также будут ужесточать валютный контроль, но для граждан Украины, допустим, вообще очень трудно официально на основании контракта покупки недвижимости сделать денежные переводы. Поэтому мы приготовили вот такую систему оплаты, то есть мы принимаем сейчас за любую недвижимость на нашем сайте оплату в биткоинах, в контракте мы прописываем, мы ориентируемся на курс биржи по биткоинам, поэтому это возможно будет провести. В чем плюс? То есть нам вы оплачиваете как посреднику полностью в биткоинах, по системе кошелька, на наш кошелек заходит определенная сумма в биткоинах, мы с продавцом рассчитываемся валютой, или евро, или доллары по контракту. Все это в контрактах мы прописываем. То есть это именно связано с тем, что тяжелее в плане официальной, скажем так, оплаты недвижимости стали. Это первое то, что у нас такие новинки появились конкретно у нашей компании, не в Турции, не по Турции в целом. И второй момент, который я хотела рассказать, это то, что с 31.08, то есть 31 августа у нас вступает в силу закон в Турции, когда все сделки будут проходить по недвижимости с помощью лицензированного риэлтора. То есть мы получаем вот такие карточки, не знаю, видно, не видно. Я себя не... Все хорошо объясним, но все равно, как вы это видите. Да, то есть это сертификат риэлтора. Мы проходим обязательное повышение квалификации, сдаем экзамены, экзамены на турецком языке. И поэтому для собственников недвижимости, которые хотят продать свою недвижимость, обязательно они будут сотрудничать с какой-то компанией, с сертифицированным риэлтором. То есть все объявления о продаже от собственника, сдача от собственника в соцсетях, на различных площадках будут запрещены. Ну, конечно, для нас, как для риэлторов, которые работают официально, которые платят налоги, конечно, для нас это плюс. Это большой плюс, то, что и как бы защита рынка будет, и репутация рынка, потому что все равно случаи недобросовестных риэлторов, они на рынке были, когда вот, как я говорила, приезжают очень многие наши соотечественники, работу здесь не находят, но чем будем заниматься? Будем продавать недвижимость. И, соответственно, дальнейшее развитие, там уже им, в принципе, все равно, потому что сегодня они тут, завтра они в другой стране, их ничего не держит, то, конечно, сделки через компании, они уже надежные, поэтому мы этой новости рады. Ну что ж, отлично. Ну, и так давайте, давайте в заключении буквально несколько слов попытаемся все, о чем мы с вами говорили последние 75 минут, буду уложить минуты в две, какой-то вывод, к чему мы пришли, как сейчас рынок Турции оживает после четырехмесячной, ну, четырехмесячного простоя, по-другому, в общем, не назовешь. Ваши ощущения, ваши прогнозы и ваше приглашение в гости. Спасибо, Филипп. Рыка оживает, мы это видим, мы это чувствуем, то есть, конечно, в период карантина у меня прогноза вообще иногда такое настроение не очень было, потому что думала, ничего, сейчас все хуже и хуже будет, новые проекты есть, специальные бонусы, программы, то есть Турция все делает для привлечения инвестиций в свою страну, поэтому это и продолжаются программы по ипотечному кредитованию, застройщики идут на хорошие условия по оплате, по рассрочке, если рассрочки не будет, то это будет скидка, все сейчас очень активно предлагают и развиваются, интересные комплексы появляются, комплексы не только квартирные, не только с отельной инфраструктурой, как было до этого, а также и виллы, также выставлены на продажу некоторые земельные участки, мы ориентируемся на это и предлагаем земельные участки, говорим плюсы и минусы, и есть готовые инвестиционные проекты по сельскому хозяйству, поэтому прогнозы у нас хорошие, мы ждем очень активную бурную осень, август такой же у нас сейчас активный в плане работы, то есть, честно говоря, чтобы вебинар провести сейчас в офисе, я вот посадила прямо на двери сотрудника, чтобы перед дверью, чтобы они не заходили, никто, ни клиенты, ни менеджеры, чтобы я смогла свободно с вами поговорить и провести, поэтому нас этот фактор радует, запросов и спрос мы видим повышается, и я не думаю, что это только у нашей компании, то есть, это в принципе у всех агентств и застройщиков продажи идут, поэтому думаю, что все будет хорошо, конечно, сейчас мы живем в неопределенное время, что будет дальше и что будет с этой второй волной, понятно, мы не знаем, но все равно мы настроены оптимистически на все, по срочным продажам, по предложениям, как я говорила раньше, конечно, они будут выскакивать, они всегда будут, и когда у нас идет такой запрос на какую-то недорогую квартиру, допустим, как эту студию, я вчера ее готовила в презентации, а сегодня за нее контракты и залог будут за эту студию пересылать, то есть, кто настроен, у кого такой ограниченный бюджет и готовое жилье вы хотите, то примерно за неделю до вашего прилета стоит выбирать эту недвижимость, потому что сейчас я могу высылать, 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 и через два дня все, что я вышлю, этого ничего не будет. Вот, у кого такой вот, такие квартиры, они быстро продаются, поэтому они действительно не пустое слово, срочная продажа или горячее предложение, человеку нужны деньги, и чем быстрее, кто быстрее даст долог, того квартира и будет. Вот так, то есть вкратце. Окей. Ну что ж, Александра Капачи, компания Таберка Эстейт. Александр, спасибо огромное. Я просто хочу, наверное, сказать, что действительно там приходят постоянно такие позитивные новости. Турция была в одном смысле пионером, но вот сегодня поступила новость, что вроде как Черногория начинает пускать россиян, украинцев Черногорию пускают давно. Но мы по себе видим, что, в общем, запросы и в предыдущие месяцы не прекращались, но сейчас естественный ажиотаж, естественное оживление, и мы это тоже видим, дай бог, что, в общем, этот отложенный спрос действительно будет иметь, ну, для рынка, который всех расформит, позитивные сигналы. Поэтому в гости мы вас ждем, и вас, и в компанию, всю команду приан, всех гостей, кто хочет, даже если не будете покупать, хотя бы посмотреть, то есть у нас есть ознакомительные туры, когда мы показываем все районы, все комплексы, у человека уже будет картинка и представление, почему одно стоит 30 тысяч, другое 40 тысяч, а другое 250. То есть это все наглядно. Ну что ж, я думаю, что эта информация тоже не будет лишней. Я думаю, что кто хочет поискутировать и более подробно пообщаться, пожалуйста, напрямую обращайтесь в компанию Атаберка Стейль. Ваше приглашение я передам генеральному директору, посмотрим на выражение его лица, когда я ему скажу, что мы уезжаем в туалет. Ну, в конце концов, приглашение есть, оно искреннее, значит, передать надо обязательно. Дорогие друзья, спасибо огромное. В ближайшее время начинаем опять активизировать нашу вебинарскую активность. В ближайшее время, я думаю, что у нас будут и по Чехотногории вебинары, но мы, заходите на сайт в определенном месте, ссылочку сейчас мы скинем, там информация о следующих вебинарах, она будет появляться, думаю, в ближайшие дни, до конца недели, нас обновление там появится. Но все вы получите, безусловно, ссылку на запись нашего вебинара, предложения от компании специальные для всех участников вебинара, они тоже есть. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо вам, Филипп. До встречи встречи не будем ждать 4 месяцев, встретимся пораньше. Да, пораньше, мы готовы. Спасибо, до встречи, всем здоровья, до свидания. Спасибо, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова